Этот водолазный костюм весит 50 килограммов. Чтобы его надеть, спасателю даётся 20 минут. Это нормативное время. Самому, конечно, не справиться. В помощниках трое коллег. Теперь в воду. Задача – отыскать утопленника. Это учение, поэтому в воде затопили манекен. Температура за бортом не выше плюс 5 градусов. Видимость нулевая. Направляют водолаза с берега. Он там ничего не видит. Какой сигнал ему подают, туда он и двигается. Существует порядка 10-12 сигналов. Где затоплен манекен, водолаз не знает. Территорию поделили на сектора, каждый из которых нужно обследовать. Он лёжа на боку. Практически вот так. Своим корпусом осматривает территорию. Если какие-то встречаются предметы непонятные, он их более детально ощупывает. Там, где он ходит, глубина около 3 метров. На поиски потребовалось не больше 10 минут. И вот манекен уже на берегу. Такие учения спасатели проводят в преддверии опасного сезона – ледостава. Главная задача, конечно, провести тренировку по спасению людей. Пока лёд окончательно не встанет, вытаскивать провалившихся в воду будут с весельной лодки или с берега. На тренировке на это даётся не больше трёх минут. На этот раз условно пострадавший почувствовал твёрдую почву под ногами гораздо быстрее. Ещё одна традиционная процедура – установка аншлагов. По долгосрочным прогнозам синоптиков, лёд на реке Вологде встанет не раньше конца декабря. Но предупреждающие об опасности таблички размещают заранее. Аварийно-спасательная служба Центра гражданской защиты города Вологда устанавливала запрещающие аншлаги в местах традиционного перехода через реку в Вологжан. Будет установлено 15 аншлагов о запрете выхода на лёд. По окончании действия запрета аншлаги будут демонтированы, да и сны. Нарушать запрет затратно для кошелька. Штраф от одной до трёх тысяч рублей. Но главное – это опасно для жизни. Самый непредсказуемый – первый лёд. У берега он может быть прочным, а вот на середине реки не выдержать веса человека. К тому же есть места, которые стоит обходить стороной даже после ледостава. У нас есть несколько мест в городе. Это в районе прудов на Соборной горке у памятника 800-летия, где есть стоки, есть ручьи, и там лёд постоянно подмывается. Например, в районе Красного моста и в районе Соборной горки, в створе улицы Ленинградской, там полынины не застывают даже достаточно морозные дни. Всё это спасатели повторяют каждый год. И всё равно в каждый сезон находятся желающие сократить путь с берега на берег по тонкому неокрепшему льду. А потому сотрудники городской службы спасения проведут ещё одну тренировку, чтобы быть готовыми к любому варианту развития событий. Ангелина Евстафеева, Алёна Закатаева, Максим Тышковец, Волок ДРФ